Здарова! С вами настольный сюр! Это какое-то шоу о настолках. Сокращенно, экшен или экшен. И эта неделя была какая-то скучноватенькая, и там не так, чтобы много новостей, но я постарался для вас чего-нибудь интересного донайти. Поехали! Наверное, вы заметили, и, возможно, кому-то не понравилось, а кому-то и понравилось, но на предыдущей неделе вышло как-то дофига обзоров. Просто один за одним, один за одним, один за одним. И это, если что, вина не моя. Ну, и моя тоже, но издатели активно активизировались почему-то вот в конце октября. Не под Новый год, а сейчас. Ну, бог им судья, как говорится, но моя работа маленькая — сделать для вас обзор. С чем я вроде более-менее справился. И еще я так активизировался, потому что, напоминаю, что послезавтра... Ой, вы, наверное, смотрите это в среду. В среду ночью я уезжаю на Уральский кэмп, и меня не будет целую неделю. То есть в следующий раз я вернусь аж восьмого в родную столицу, и потому следующего экшена не будет. И у вас будет почти неделя без Пашки. Немного детокса пашкинского. Смотрите обзоры, которые наснимал до этого. Возможно, что-то в отложку выйдет, но не уверен. Короче, имейте в виду. Забавная ситуация не отпускала нас почти всю неделю с Фростпанком. Когда я записывал предыдущий ролик, там только все начиналось. А по итогу ситуация была такая. Хоббики сказали, мы привезем вам Фростпанк на русском. Вот вам правила, люди, изучайте. Люди стали изучать, люди стали смотреть. И хоббики такие, нет, по некоторым моментам мы не можем вам привезти игру на русском, поэтому мы привезем ее на английском. Вот, все равно, держите правила, изучайте. Прошло какое-то время, и фабрика такая, ребята, будет Фростпанк на русском от нас. Все такие, странно, ну ладно. Но я так понимаю, еще и работники хоббей такие. Чего? А зачем мы заказывали в свой магазин английские коробки? Мы не поняли. Плюс у хоббей открылся предзаказ на английскую версию, и почти тут же открылся предзаказ на русскую версию от фабрики. Выглядит это своеобразно, выглядит это смешно, но, как я и говорил в предыдущем ролике, мы от этого только выигрываем. Да, сейчас нельзя достать русские правила от хоббей, потому что они все права отдали фабрике. Но фабрика подсластила пилюлю, очень так приятно, и сказала, что вся доставка будет за рубль. Надеюсь, что имелся в виду один рубль человеческий, обычный русский. А то, помнится, я когда-то, когда покупал собаку, ну как, покупал, на вид ее отдавали, и человек, у которого я брал собаку, он говорит, а заплатите мне один рубль, пожалуйста, просто символически, потому что вот живых существ нельзя дарить. Я такой, да без проблем, он привез мне собаку, я даю ему рубль, он такой, ну я имел в виду, ну типа тысячу рублей, которые рубль, я такой, а, понял, ладно, расплатился, но все равно я не люблю, когда люди говорят рубль, подразумевая тысячу. Вот, но это ладно, это лирика, я думаю, фабрика так не сделает. Хотя, ладно, шучу, там было написано, по-моему, один рубль точно. Так вот, это отличный подарок для всех тех, кто решил заказать, и будет заказывать, и уже заказывал, потому что сказала фабрика, что вернет всем деньги, кто уже оплатил доставку по большему курсу. Короче, Фростпанк будет на русском все-таки ура, от фабрики, от хобей, это, наверное, хорошо, и доставка приятная, рад за всех, кто заказал. Я себе брать не стал. Болен дороговато для меня. Раз речь зашла про хобей, то расскажу немножечко о том, что побывал на презентации новой игры, отечественной вечеринкой Дракулы. Вот этой вот. И это проходило, опять-таки, в формате, как было с неоном, то есть была какая-то фотозона, был фуршет, можно было поиграть в игру, можно было пообщаться, пофоткаться, покушать, попить чего-нибудь алкогольного и не очень. Короче, в хорошей атмосфере презентуют игру. Мне нравится тенденция, надеюсь, что на Ивана Грозного меня тоже позовут. По поводу игры, ну, она, знаете, такого плана, простенькая карточная игра, но которая требует от вас, чтобы вы играли на победу. То есть, условно, как в мафии, если вы просто садитесь играть в мафию и на отвали такие, а давайте убьем его, а почему? А, просто ха-ха-ха-ха-ха, убили его. А следующего, а, давайте по часовой стрелке, вот следующего и убьем. Вот, то есть, если так просто на отвали играть в мафию, то оно неинтересно и вообще зачем, и кажется, что игра тупая и максимально ненужная. То же самое здесь. Если вы играете просто лишь бы пошлёпать карточки, лишь бы что-нибудь сделать, вам игра не зайдёт. То есть, нужно играть на победу, чтобы все играли на победу, и чтобы все ответственно подходили к тем ролям, которые присутствуют в игре. Потому что у каждой роли есть своя какая-то уникальная особенность, которой он придерживается. И есть некоторые роли, которые автоматом побеждают в игре, если, ну, случился какой-то триггер. И если ты не следишь за этим триггером, и не позволяешь ему нормально работать, то ты можешь просто так подарить победу, или просто так победить, или просто так проиграть. Мы так в первой партии сделали. Ну, сделал ваш покорный слуга. И нет, не победил. Вот, то есть, игрушка, на самом деле, неплохая, несложная для большой компании, но, да, нужно играть на победу, и нужно следить за игрой, а не просто так. Потом мы сыграли в зомби-котят взрывных. Я и классику не люблю, а зомби-котята сделали игру, по-моему, ещё хуже, хуже, потому что они затянули весь игровой процесс. Потому что, помимо того, что вы взрываетесь, вы ещё можете воскреснуть и продолжить игру снова. И, с одной стороны, прикольно, что, взорвавшись, вы остаётесь в игре с шансом, но, с другой стороны, как-то тупо, потому что игра просто, условно, ну, сводится к тому в какой-то момент, что ты просто тянешь карточки в надежде не взорваться. А, взорвавшись, ты просто ускоряешь конец партии, а теперь тебя могут вернуть, и ты снова в игре, и снова партия затягивается, и, по-моему, это только мешает игре. Вот. И напоследок я полирнул второй партии в Братство Волка, в Ля Бет. И, на удивление, как бы я скептически не относился к игре, в первую очередь из-за оформления поля, на котором нагромоздили кучу разных элементов, которые отвлекают и мешают со стороны. Когда я смотрел фотографии, казалось, что гигантская сабля, какой-то гигантский пистолет, они не нужны. А по итогу ты на них даже в процессе партии и не смотришь, и не замечаешь их. Геймплейно? Прикольно. Геймплейно, интересно. Мне понравился этот Hidden Movement, да, игра со скрытым перемещением в копилку к Дракуле, к Зверю и к Майнду МGMТ, в моем опыте. И игрушка достойная. Игрушка простая концептуальна, простая по правилам, но довольно глубокая, интересная и дарит все те же эмоции, что ты получаешь в, так сказать, мастодонтах жанра. Потому что в качестве зверя ты постоянно на панике, ты пытаешься предсказать, куда пойдут за тобой охотники, пытаешься блефовать, запутывать, а охотники, наоборот, пытаются тебя просчитать. Вот этот аспект, он примерно одинаков во всех этих играх. И эти чувства передает хорошо. Из того, что мне понравилось, то, что реиграбельность заключается именно в решениях игроков и в решении игроков за зверя и за охотников. Потому что какого-то случайного элемента, какого-то неповторяющегося элемента по типу разных зверей, разных охотников, разных локаций, карт, такого нет. Единственный непостоянный элемент это случайные события, выходящие в каждом раунде. Вот там есть небольшая стопка этих событий, и они не все и по-разному выходят от партии к партии. И в этом есть какой-то дополнительный элемент реиграбельности. А сама реиграбельность в базе своей, она именно, да, повторюсь, от решений игроков. Короче, я вернусь с уральского кемпа и постараюсь после этого оперативно записать вам сравнение двух зверей. В Беста и Ля Бета. Вот. Короче, мне понравилось, на самом деле я ожидал худшего. Хорошая прям игрушечка. Гага. Гагушка моя любимая выпустила сразу в продажу в ритейл без предзаказа две игры. Это Белый замок и Жанна Дарк Орлеан. Это который Ролан Райт по Орлеану. И вот, что самое вкусное, это цены. Потому что сейчас можно купить вот этот маленький, толстенький, плотненький кирпич Белого замка всего за две с половиной тысячи. И учитывая наполнение, по геймплею пока не могу судить, я пока еще не поиграл, но судя по отзывам, судя по комментариям, геймплея на две с половиной тысячи там выше крыши. Прям очень хорошая, приятная евро, великолепно оформленная, с интересным геймплеем и по очень вкусной цене. Ролан Райт опять-таки еще не попробовал, постараюсь оперативно сделать после возвращения с уральского кемпа и надеюсь тоже не разочарует, судя по отзывам тоже все хорошо с ним. И цена опять-таки вкуснючая. Героям здесь не место обзаведутся новым дополнением с боссами. И бедные герои, как же им не повезло, потому что здесь добавляется новая кучка монстров, за которых можно играть и против которых можно играть и которые могут выступать в роли этих самых боссов. Звучит интересно, звучит хайпово, звучит флексово. Надеюсь, что мы оперативно получим эту игру на русском языке благодаря борд-цепелинам. Они уже сказали, что возьмут в локализацию, но пока авторы выпустят на родном своем языке и только после этого дадут на локализацию в другие страны. Потому что ждем где-то к середине 24-го года и пока ждем только дополнения. Вот, я надеюсь, что борды к тому времени договорятся о новом тираже базы, потому что базу в свое время у нас смели просто на предзаказе и народ долгое время просил, хотел базу, а базы не было. А перекупы, как обычно, на барахолках такие цены заломили, что мама, не горюй. Но борды, пытаясь обжечься очередной раз, видимо, стараются лишних обещаний больше не давать и обещают привезти только доп. А по поводу нового тиража базы скажут уже ближе к времени. Ну, ближе к лету, наверное, или к концу весны. Я надеюсь и мне хочется верить, что база тоже будет. Но пока анонса такового нет. Крауд Геймс наконец-то сняли с паузы долгожданных фамильяров. Это очень теплая, очень приятная, нарисованная, кооперативная, приключенческая настольная игра от создателя о мышах и тайнах, от создателя плюшевых сказок вот этих всех игр. Здесь обещают переработку подхода и концепта автора вообще в принципе к своим играм. Меньше бросков кубов, точнее там вообще один бросок кубика, который не влияет на боевую систему, больше разлетления в повествовании, больше-больше всего. Выглядит просто максимально приятно и так лампово что ли, что давно хочется. И я буду обязательно просить игру на обзор, обязательно вам про нее расскажу. Ну, если мне, конечно, ее обязательно дадут. А то скажут Паше, извини, но обязательно мы тебе ее не дадим и Паша обязательно ничего не снимет. Может быть и такое. Cool Miner Note кульки анонсировали новую настольную свою игру Dead Keep. Наверное, дорогущую, наверное, красивейшую с кучей миниатюрок, как обычно. Это будет Dungeon Crawler и после Darkest Dungeon я уже так максимально пристально смотрю на эту игру и ее отрисовал и задизайнил Пол Боннер. Великолепнейший художник, у него очень приятные арты, чаще всего с такой снежной тематикой, но при этом максимально тоже такой теплый посыл от его работ какой-то идет. Учитывая, что он рисует всяких троллей, всяких монстров и противников этих монстров, но все равно как-то оно ощущается очень так приятно, что ли. короче, лайк, следим дальше. А потных евровых москвичей я готов поздравить и пригласить на турнир по покорению Марса, что пройдет 11 и 12 ноября в разных библиотеках. Будет двухдневный турнир с первой большой веткой первого дня и полуфинал и финал во второй день. Турнир платный 900 рублей вся информация все более подробные данные смотрите в комментариях. Удачи и победит сильнейший! Дэй приближается со всей силой. Дэй скоро будет на предзаказе либо уже на предзаказе в зависимости того, когда вы смотрите. Когда я выпустил ролик. Дэй на самом деле это евро про контроль территорий посредством Ариа Мажорити. Скажем так. Чем отличается контроль от Ариа Мажорити? В контроле вы как правило контролируете территорию полностью и больше там никого нету. И тот, кто контролирует даже если кто-то есть то он забирает все. В Мажорити как правило тот, кого больше тот забирает большую часть. Кого меньше тот меньшую и так далее. Здесь же в Дэй когда вы заходите в территорию если вас больше то вы можете делать Вот здесь что хотите? Собирать, контролировать? Вообще вы царь и бог на этой территории. Все остальные здесь могут только присутствовать. И отсюда вытекает одна особенность Дэи, что здесь очень мало именно непосредственно какого-то агрессивного взаимодействия по типу битв. То есть на самом деле здесь мало сражений. Здесь клёвые звездолёты, здесь клёвые миниатюрки с миниганами, но они не воюют. Вот, это важный момент, который, наверное, стоит держать в уме, что это именно евро. То есть по духу, по подходу, по визуальным, так сказать, посылам не чем-то напоминает Voidfall. Не геймплейному, а вот визуальному. То есть кажется, что это что-то большое, громоздкое, сложное, с противостоянием и агрессивным взаимодействием, а по итогу, на самом деле, не очень сложное евро, что то, что это. Но эффектно выглядящая, с интересными решениями, с интересными подходами к некоторым моментам. Обзор на Day у меня будет, но уже в процессе кампании и когда я вернусь с уральского кемпа. Так что, если ждёте, дождитесь. Из важных моментов, на которые стоит уделить, это дополнения. С одним мы уже сыграли, и с остальными я попытаюсь сыграть к своему обзору. Они того стоят. Они интересные, они необычные и очень эдакие. От стиля жизни выходит самая лучшая настольная игра. Мопсы-сладкоежки. Я не знаю, зачем добавил это в новости, но я просто умилялся в самих мопсов, которые есть в игре. Я так понимаю, они резиновенькие, они мягонькие, и у них язык спрятан. И цель игры — узнать, какой мопс, какую конфету съел, нажимая на мопса, и чтобы он вытаскивал свой язык, и мы понимали, что он съел там красную конфету, зелёную конфету. Вообще странный подход, потому что сладкое нельзя животным давать, а несчастным, милым, болезненным мопсам тем более. Но выглядит это очень милашно, очень тактильно приятным. Я думаю, я не играл. И забавно. Ну, решил рассказать, почему бы и нет. И то, чего так все долго ждали, то, чего так все долго хотели, это новая версия Диаманта. Ещё одна. Бедный Инканголд переиздавали уже какой-то третий раз, причём та версия, что была у нас, уже была красивенькая, современенная и вполне эффектно выглядела. Зачем-то перерисовали ещё раз. Сделали более шаржевыми и смешными, и, честно говоря, мне больше нравится новый стиль. Сделали для каждого персонажа более индивидуальный чемоданчик их, ящик. Ну и разного разнообразия добавили. И всё. Ну, 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 ну окей. Ну ладно. По-моему, не самое ожидаемое переиздание, которое мы надеялись, просили и хотели. Хотя, я вот общался с некоторыми продавцами, и они все говорят, что «Блин, мы так хотим Диамант!» Люди постоянно спрашивают, люди постоянно хотят. Простенькое, эффектное, для новичков, для людей со стороны. Вообще, самый огонь продаётся только в путь, а всё нет и нет нового тиража. Мы ждём от лавки, а лавка всё не делает. Возможно, лавка не делала, потому что оригинальный издатель планировал переиздание. Переиздание есть, возможно, мы получим новый тираж Диаманта. Ну, вас, я думаю, не сильно это интересует, а вот, так сказать, вот, людей со стороны, людей не особо вовлечённых в хобби, это приятно порадует. Ну и продавцов локальных магазинов, да, тоже. Новость одной срокой, просто так вот вкину и пойду дальше. Роза собрала уже 16 миллионов. Ничего себе, едем дальше. Для Ахой анонсировали новый доп. Оп, клёво. Ахой, приятнейшая игрушка с офигенным оформлением. В приятном и любимом для меня сеттинге. Так ещё добавят новые фракции. А учитывая, что здесь фишка, как и в Руте, например, это асимметричные, непохожие друг на друга фракции, кроме двух контрабандистов. Но в остальном, я думаю, вот в дополнении будут как раз-таки уникальные. Плюс добавят сражения на морях. Сражения на морях! А также нам обещают поиск сокровищ на островах. Хочется попробовать. Надеюсь, крауды тоже нам привезут на русском. Хотя, блин, у меня уже своя коробка на английском. На кой чёрт мне русское? Продам Ахой на английском. Надеюсь, что уже стартанул предзаказ на Дайстаун. Возможно, нет. Но пишу авансом. И это будет второй предзаказ, потому что в первом была только база и один доп. А теперь будет база и ещё два допа. Ну, суммарно три. И про них, про все я рассказал в обзоре на Дайстаун. Если пропустили, смотрите. Всё подробненько рассказал про все допы. Про что, зачем, для чего. Что мастхэв, а что лучше добавить потом. Вот. Добавить мне особо нечего. Просто решил ещё раз проспонсировать. Прорекламировать свой обзорчик. Не чужую игру, а обзорчик. Во. Нам заанонсировали и обещали настольную ролевую игру по Бладрейджу. И что там отыгрывать? Ну, викинга. Понятно. И я вонзил свой топор в тролля. Кинул двадцатку. И всё равно умер, попал в Альгаллу. Успех. Вернулся. Пошёл туда. Вотнул во врага копьё. Умер. Попал в Альгаллу. Успех. Надеюсь, что у авторов с фантазией получше, чем у меня. Но всё равно сеттинг игры как будто бы спойлерит, что мы все умрём. Ну и в конце порадую тех, кто ждёт мои миниатюры по игре Чудище. Ребята, у меня на руках уже половина всех Чудищ. И надеюсь, что после моего возвращения из Екатеринбурга меня будет ждать вторая половина. И вот где-то в десятых числах я начну упаковку и последующую рассылку по вам. Потому к декабрю, к Новому году, все всё получат. Держу всех в курсе. Если кто заждался, кто-то переживал, всё будет в лучшем виде. Осталось подождать чуть-чуть. Всё, на сегодня всё. Вот так вот, да, новостей не очень много. К сожалению, с небес не падают. Что поделать? Особенно после всяких там шпилей. Надеюсь, я вас немножечко разлёг, отвлёк. Вы доехали куда ехали, докушали что кушали. И, не знаю, прошли что прошли на втором экране. Надеюсь, в доте вы затащили. А на сегодня всё. Не скучайте, не болейте. Играйте сами, играйте с нами. Заходите на Бусти, поддерживайте меня денюжкой, как сделали вот эти прекраснейшие. Прекраснейшие дамы и господа. Всё. Не скучайте, не болейте. Играйте сами, играйте с нами. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся через две недели. Субтитры подогнал «Симон»